Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Поженились с мужем недавно, очень часто ссоримся, в основном из-за мелочей. Я эмоциональный человек, могу себя не держать, наговорить, потом начинаю жалеть, уже надоело это, может что-то изменить или только развод. Ну, если вы говорите про свою эмоциональность и про то, как вы с меня обращаетесь, то да, конечно, это можно изменить. Можно научиться выражать свои эмоции конструктивно, да, можно научиться выражать свои эмоции более, так сказать, конкретно, более целенаправленно, самое главное, без, ну, без негатива, скажем так, да, вот. Второе, необходимо поработать с личными границами, потому что ссора это история про страх близости, эмоциональной, физической и так далее. Вы можете самостоятельно изучить психологическую игру скандала, она есть в интернете. И, пожалуй, самое главное, это то, что ссоры из-за мелочей, это не про ссоры из-за мелочей, на самом деле. Ссоры из-за мелочей, это скорее некая конфликтность, то есть тут нужно смотреть, исследовать ваши отношения с вашим мужем, чтобы понять, что происходит, чтобы понять, что происходит между вами. Потому что, возможно, речь идет о конкуренции, ну, между вами, скажем так. Возможно, речь идет о каких-то внутренних, скажем так, конфликтах, вот. Возможно, речь идет еще о чем-то, то есть тут нужно смотреть. Совершенно очевидно, что вы как-то вот свой внутренний конфликт, например, свою эмоциональность, да, приносите в отношения. То есть, например, если вы, допустим, себя обесцениваете из-за того, что вы такая эмоциональная, то есть вы себя сами за это бичуете как-то, вы себя сами за это как-то вот принижаете, то, соответственно, вы можете подсознательно, как бы, сводить все к тому, да, что, ну, чтобы вас как-то вот отвергли, то есть вас бросили. Вот, и, соответственно, это тоже очень такой важный момент, на который нужно, на мой взгляд, обратить внимание вам, да, вот. Что необходимо сделать прямо сейчас, это выяснить, какой вклад вы вносите в конфликт, в ссору, то есть, вот. То есть, что именно вы делаете для того, чтобы, скажем так, ну, ссориться, вот. Что именно вы для этого делаете, конкретно вы, вот. Это очень важный, на мой взгляд, момент, а не так вот, что просто ссориться и все, просто эмоционально и все. То есть, нужно более конкретизировать этот аспект, нужно более, более внимательной к себе быть. Эмоциональность, такая вот эмоциональность, это часто про такую вот невнимательность к себе, значит, ну, привычка, значит, привычка игнорировать себя, вот, и так далее. То есть, это вот такой, на мой взгляд, важный аспект, на который необходимо вам обратить свое внимание. По поводу развода, я думаю, что, если есть чувства у вас к мужу, у мужа к вам, то разводиться, конечно, совершенно не обязательно. Совершенно. Если есть чувства, если есть какая-то тенденция на встречу друг к другу, то можно изменить что угодно, и справиться с чем угодно, и отношения можно гармонизировать. То есть, это не является, это не является проблемой. Вот. На мой, на мой, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд, не является проблемой. Так что, смотрите сами, что вам, как бы, хочется, да. То есть, ваша история про развод, это, скорее, история про страх отвержения, про страх того, что вас бросит, и попытка, попытка, как-то вот, законтролировать его, то есть, ну, условно говоря, не ждать, пока вас муж сам бросит, да, а, ну, самостоятельно как-то вот что-то сделать, да, чтобы это, ну, чтобы это зависело от вас. То есть, вы здесь вот в такую, получается, игру играете. На мой взгляд, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Поэтому, очень важно, опять же, от этой игры, ну, немножечко отойти, да, и более, ну, более, более честной, что ли, с тобой быть, вот, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Поэтому ваши, скажем так, чувства я понимаю, да, но хотел бы вот уточнить им, уточнить немножечко. Вы говорите о том, что вам надоело, да, а вот, что вам надоело, то есть, ну, что конкретно вам надоело. Это вот очень такой важный, по-моему, взгляд, момент. Вот. То есть, вам надоело ссориться, или вам надоело, что вы эмоционально слишком, или вам надоело, что вы потом себя бичуете за то, что наговорите кучу всего и так далее. Вот. Это тоже очень важный момент, потому что от этого, в принципе, я думаю, можно будет отталкиваться при психотерапии. Вот. Если ваш муж также считает, что есть проблема, а его вклад в конфликт какой-никакой тоже есть, у него вклад какой-никакой есть, то есть, не нужно брать на себя всю в этом смысле. ответственность, да, потому что, ну, не только вы ответственны за то, что происходит, но и ваш муж. Вот. А если муж считает, что есть проблема, да, то тоже, 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 в принципе, можно и нужно, значит, с этим работать можно и нужно тоже подкорректировать это и со стороны мужа. Вот. Поэтому тут такая ситуация. В любом случае вы не одна, в любом случае вы не одна, в любом случае вам могут помочь, обращайтесь. за помощью, да, начинайте работать, выбирайте себе психолога, да, и начинайте работать, мне кажется. Первое, о чем нужно сказать, это то, что у вас много всего подавленного, то есть эмоциональность, это часто про подавление. То есть одно дело, если у вас не пирамид просто такой, и вы, в принципе, эмоциональный человек, это одно дело. Но важно отделить это, то есть вполне, вполне естественное поведение, да, от поведения, связанного с неким внутренним конфликтом. Вот. Поэтому тут тоже необходимо разбираться. Ваш вопрос, эм, можно ли что-то изменить или развод, да, он звучит как немного, так знаете, подверхленно. То есть такое ощущение, да, что вы, вот, просто окончательно на себя как-то забили, да, все, теперь ничего больше изменить нельзя. Вот, поэтому я проще уже разведусь. Вот. Но обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы здесь с мужем поженились. То есть вы его выбрали, он вас выбрал. И некая такая тенденция к этому, она очевидно имеется. Вот. Развестись не поздно никогда, а вот попробовать отношения, скажем так, скорректировать, да, это вот то, что, на мой взгляд, вам нужно сделать. Вот. Для себя, для мужа, то есть, опять же, если вы разведетесь, да, например, то ситуация особенно не поменяется, в том смысле, что проблема сохранится, вы в других отношениях будете так же себя вести. Вот. Поэтому не стоит думать, что развод – это прямо вот какое-то решение проблемы. Понимаете? Нет. Это не так. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Поэтому выбирайте, смотрите, поговорите с мужем еще раз. Вот, обсудите этот момент. А в следующий раз, когда возникнет ситуация, ну, ссоры, да, вот, попробуйте в своем эмоциональном переживании заметить, чего вы хотите, и озвучить этому мужу. То есть, просто вот дойдите прямо до того, что вам нужно, просто дойдите до того, чего вам хочется. Ну, вот, в момент, когда вы ссоритесь. Вот. И попробуйте ему об этом сказать через неловкость, через страх, через какое-то стеснение, вот, попробуйте просто сказать. И вы увидите, как, 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 ситуация, вероятно, немножко изменится. Правда, она не сразу изменится, потому что человеку нужно время, чтобы привыкнуть. Вот. Но, тем не менее. Такая вот история. Такой момент. Точно хотел вам, значит, сказать сейчас. А на этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Бelin das. Продолжение следует. Здоровое.